Всем привет! С вами Юлия и канал Империя Ножей. Сегодня я расскажу вам о новинках от CRKT и Fox, которые совсем недавно приехали в наш магазин. Также будет небольшой анонс старта продаж хитов от Mr.Blade и покажу вам тактические ручки от Shifter. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Начнем с ручек. К нам приехали тактические ручки Shifter. Это бюджетная линейка от Mr.Blade в двух вариантах и двух цветовых исполнениях. Давайте взглянем на них. Первый вариант выглядит следующим образом. Общая длина ручки составляет 165 мм, вес 45 грамм, выполнена из алюминия в черном либо сером цвете. В ручке есть фонарик с двумя режимами, постоянный свет и стробоскоп. Небольшой тул. С обратной стороны стеклобой. И конечно же сама ручка. Кстати, пишет неплохо. Также есть удобные клипсы для ношения на кармане либо снаряжения. В комплекте идут запасной стержень и батарейка. Второй вариант выглядит так. Общая длина ручки меньше 140 мм, вес 33 грамма. Выполнена также из алюминия в черном либо сером цвете. В данной ручке фонарика и тулы уже нет, зато и стилус, для удобства пользования портативными устройствами, такими как телефоны, планшеты, ноуты и так далее. С обратной стороны также стеклобой. Конечно же сама ручка и клипсы для ношения на кармане. В комплекте идет запасной стержень для ручки. В целом получились ручки, которые понравятся любителям тактических решений. Есть как ручка, способная заменить небольшой мультитуб, так и более традиционный вариант. Перед тем, как мы продолжим, хотела бы несколько слов рассказать о старте продаж блокбастеров от Мистер Блейд. К нам приехали потрясные бабочки Мэткеп в красном и черном исполнении, внушительные повседневные ножи HT1 и HT2, также в двух цветовых исполнениях классическом и черном. А еще, наконец-то тот самый Хеннес, на который независимый товарищ разведался не так давно снял тест. Видео можно посмотреть на нашем канале, ссылка здесь. Все ножи очень классные и среди них каждый из вас сможет найти тот самый, который подойдет именно вам. Все модели доступны на нашем сайте по ссылке в описании. С этим закончили. Возвращаемся непосредственно к новинкам, а именно к американскому бренду CRKT и их моделям LCK Plus, LCK Plus Large, Tuta, Sinco и Seo Black. Итак, нож модель 3801 LCK Plus. Это аккуратный флиппер с замком-лайнерлоком. Дизайн ножа минималистичный, разработан Мэти Лерчем. Общая длина ножа составляет 189 мм, длина клинка 84 мм, ширина клинка 20 мм, толщина обуха 3,2 мм. Нож достаточно легкий, вес всего 79 грамм. Клинок выполнен из китайской нержавеющей стали 8-хром 13-малинден Vanadi, которая при своем относительно невысоком ценнике обладает хорошей коррозионной стойкостью и длительным сохранением режущей кромки. Твердость 56-58 единиц Парокова. Форма клинка Drop Point. Покрытие сатин. На клинок нанесена гравировка. С одной стороны это модель ножа и марка стали, а также указание дизайнера, который работал над данным ножом. С другой стороны нанесена гравировка бренда CRKT. Накладки рукояти выполнены из текстурированного нейлона черного цвета. Имеется небольшая выемка для удобства хвата. Также на рукояти есть непредставляемая клипса глубокой посадки из стали, для удобства ношения на кармане либо снаряжении. Переходим к модели 3810 LCK PLUS LARGE, которую можно назвать этаким большим братом для предыдущей модели. И действительно, ножи схожи и в материале клинка, и рукояти, и в формах. Даже выемки на ножах идентичны. Так в чем же отличие? На самом деле только в габаритке. Не зря 3810 имеет в названии слова LARGE. Общая длина ножа составляет 208 мм, длина клинка 92 мм, толщина обуха 3,2 мм. Однако ширина клинка чуть меньше, всего 19 мм. Соответственно, если вам нужна рабочая длина больше, выбираем 3810. Если нужен более компактный нож, смотрим в сторону модели 3801. Далее нож 5325 TUTO. Дизайн от датчанина Джаспер Воксны. Это флиппер с замком Liner Lock. Общая длина ножа составляет 197 мм, длина клинка 84 мм, ширина клинка 25 мм, толщина обуха составляет 2,9 мм. Вес модели ровно 100 грамм. Увесистый. Неплохо ощущаются руки. Клинок из немецкой нержавейки 1,4116, который отличается прекрасной механической прочностью и стойкостью режущей кромки. Причем стойкость кромки у данной стали превышает показатели нержавеющих стали 420 и 440 серии. Форма клинка – дроппоинт. На клинке имеется дулька для удобства правки и заточки ножа. Покрытие – сатинь. На клинке выполнена гравировка. С одной стороны – модели ножа и марки стали, а также указания дизайнера. С другой стороны – нанесена гравировка бренда. Рукоять выполнена из текстурированного G10 с небольшим пазом для удобства хвата. На рукояти имеется приставляемая клипса глубокой посадки из стали для удобства ношения на кармане. Также имеется отверстие под земляк. Нож получился простой, рабочий, а главное – прочный и надежный. Для повседневных задач подойдет на ура. Следующий нож – модель 7091 Синка. В руках у меня повседневный флиппер. Обожаю флиппер. Замок – фреймлок. Над моделью работал американский ножевой дизайнер Ричард Роджерс. Общая длина ножа составляет 176 мм, длина клинка 73 мм, ширина клинка 19 мм, толщина обуха 2,8 мм, вес ножа – 88 г. Материал клинка – американская сталь D2, который обладает прекрасным резом и отлично держит заточку даже после серьезных нагрузок. Форма клинка Drop Point. На клинке имеется небольшая дулька для удобства правки и заточки ножа. Покрытие у нас здесь Black Wash. На клинке выполнена гравировка. С одной стороны – это модель ножа и фамилия дизайнера, с другой стороны – название бренда. На рукояти – накладки из G10 с небольшим пазом для удобства хвата. На стальную часть рукояти нанесено покрытие Black Wash. Имеется переставляемая клипса из стали, а также отверстие пиктимляк. И закончим на сегодня разговор о CR-KT моделью 7097 Seo Black, над которой также работал Ричард Роджерс. Получился элегантный джентльменский складной нож, который является достойным продолжением семейства Seo и новой вариацией модели 7096. Отличается облегченным весом, который почти не ощущается в руке – 54 грамма против 60 у 7096. Удобный механизм открывания с помощью флиппера можно открыть обеими руками. У 7096 был шпенек и только под правую руку. Также мистер Роджерс перенес на новой модели клипсу на противоположную сторону рукояти. Общая длина ножа составляет 195 мм, длина клинка 85 мм, ширина всего 13 мм. Клинок очень тонкий. Толщина обуха 2,3 мм. Обух прямой. Материал клинка – сталь АУС-8. На клинке есть небольшая дулька для удобства правки и заточки. Покрытие сатин. По гравировке. С одной стороны это марка стали и фамилия дизайнера, с другой стороны это бренд. Рукоять плоская, без каких-либо лишних изгибов, пазов, выполнена из текстурированного нейлона. В отличие от модели 7096, у данного ножа текстура аккуратная и не бросается в глаза. На рукояти имеется представляемая клипса глубокой посадки для удобства ношения даже на узком кармане. По итогу получили тонкий, элегантный, качественный аксессуар, при этом в бюджетном сегменте. Неудивительно, что данная модель является лучшей покупкой года по версии журнала Blade Magazine и является победителем Blade Show 2019. Жаль, нож до нас доехал только сейчас. А что вы думаете, достойна ли эта новинка премии? Какой нож для вас мог бы стать покупкой года? Жду ваше мнение в комментариях под видео, а мы двигаемся дальше. А закончим наш выпуск итальянскими новинками от Fox. Первый итальянец – нож F318. Это складной нож, открывается с помощью ногтевого зацепа. Ух, как я их не люблю. Замок Sleep Joint. Общая длина ножа составляет 180 мм, длина клинка 80 мм, ширина 15 мм. Толщина обуха 2 мм. Вес ножа 60 грамм. Нож легкий, приятный на ощупь. Материал клинка – нержавеющая сталь 420С, средней твердости. На клинке имеется небольшая дубка для удобства правки и заточки ножа, покрытие сатин. Имеется гравировка с одной стороны ножа. Здесь указана марка стали и место производства – маньяга, Италия. Рукоять гладкая, выполнена из дерева палисандр, что и делает этот нож таким приятным и теплым на ощупь. Имеется кольцо для крепления земляка. Перейдем ко второму итальянцу – BF740 Audi Revolver. Повседневный складной нож открывается с помощью флиппера замок Liner Lock. Нож немаленький. Длина ножа составляет 215 мм, длина клинка 90 мм, ширина клинка 22 мм, толщина обуха аж 4 мм. Вес ножа при этом всего лишь 80 грамм. Очень даже неплохо. Материал клинка – американская сталь D2, форма клинка 3-поинт. На клинке гравировка стимиста, к которому относится данная модель ножа – это Black Fox. И, собственно, сама модель ножа. Также нанесено сатиновое покрытие. На кладке рукояти выполнены из текстурированной уникарты. Имеется ярко выраженная подпальцевая выемка для удобства флата. Также имеется непереставляемая клипса для ношения на кармане. Помимо этого, обратите внимание, здесь есть скрытое крепление под земляк. В целом, в руках у меня простой рабочий нож для понятных задач, который будет не жалко насиловать. Ну, в принципе, вы поняли, о чем я. И последняя новинка на сегодня – это модель BF748 MIP CHILL. Над дизайном работал Деннис Симонутти. Это складной нож, открывающийся с помощью ногтевого зацепа. Замок slip joint. Общая длина ножа составляет 160 мм, длина клинка 70 мм, ширина клинка 20 мм, толщина обуха 2 мм. Вес каких-то 45 грамм. Клинок выполнен из американской стали 440С. Твердость 57-58 единиц порокового. Неплохая нержавейка, сносная прочность. Для бюджетного клинка то, что нужно. Форма клинка Drop Point. Имеется небольшой скос у лезвия около рукояти для удобства правки и заточки. Покрытие Stone Wash. На клинке гравировка. С одной стороны это марка стали и брендовая лисичка. С обратной стороны нанесено клеймо дизайнера и модель ножа. Рукоять из микарты. Фаски срезаны. Также имеется подпальцевая выемка. Все это сделано для удобства и надежности хвата. Клипсы здесь нет. Зато есть отверстие под темля. Модель выполнена добротно. Нож хорошо и надежно сидит в руке. Вполне такая рабочая маленькая лошадка. К данному ножу в комплекте идет стильный чехол. Кстати, только сейчас поняла, что в сегодняшнем выпуске большинство ножей относится к бюджетному сегменту. Да и пусть будет так. На сегодня все. С вами была Юлия и канал Империя Ножей. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал и не забывайте прожать колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok